Беседа на утренней прогулке Теологи Какое определение Богу мы собираемся дать? Мы определяем Бога как верховную личность, наделенную шестью достояниями. Это определение сознания Кришны, и таки мы должны представлять Его западным теологам. Не говорите, прежде всего, нужно определить, что такое... Он отождествляет себя с машиной. У меня такая крутая машина. Да? Только посмотрите на этих глупцов. Просто сам факт, что Бог Всевышний, люди сейчас отвергают. Если мы просто покажем им, что мы не Всевышний, что Всевышний Бог, это начальный уровень. Каков их аргумент? Почему они отрицают существование Бога? Но они не воспринимают наш аргумент о том, что раз есть законы природы, значит, должен быть и законодатель. Они говорят, что есть разница между нашим законом, то есть, который мы можем принимать и отвергать, и так называемыми законами природы. Они говорят, что это просто реальность, как она есть. Природа просто заставляет их... Заставляет? Они говорят, что мы постепенно можем овладеть законами природы. Это очередная глупость. Мы можем, мы сделаем это в будущем. Мы говорим, что это глупость. Если законы природы невозможно изменить, как можно ожидать, что в будущем это станет возможным? Что это за аргумент? Ну, они говорят, что нам удалось побороть множество болезней. Но болезни же продолжаются. Вы что, остановили их? Они думают, что они уже близки от этого. Опять обещание про будущее. Мы эту позицию сразу отвергаем. Никакого в будущем. Сразу. Вы не способны изменить законы природы. Они говорят, что это на самом деле не законы, Швапрапад. Это законы. Это законы. Вы не можете их изменить. Что ты скажешь, ученый? Да. Законы природы невозможно изменить. Почему же они тогда борются с ними? Бесполезно. Они пытаются нарушить эти законы. Это невозможно. Это не здравомыслящее предложение. Как, например, русские ученые говорят, в будущем, при помощи науки, мы сделаем людей бессмертными. Все это глупые предложения. Как здравомыслящий человек может в это поверить? Вы не сможете изменить законы природы. Они говорят, что эта философия просто лень. Это философия лени. Да. Человек, у которого ленивый разум, это самое лучшее положение. А если человек глупец, активный глупец, это очень плохо. Если человек глупец, но при этом он очень активен, его положение очень незавидно. Например, ребенок, он очень активен, но о нем нужно заботиться, не нужно этого трогать, не нужно туда ходить, но он очень активен при этом. Что? Какой смысл в этой деятельности? Ребенок очень активен, но его деятельность нужно придерживать. Точно так же вы все негодяи, глупцы. Вашу деятельность нужно сдерживать. В этом смысл движения сознания Кришны. Как, например, этот негодяй, который мчится на своей машине с бешеной скоростью. Сколько он так пораедет? Его придется остановить через несколько метров. Он негодяй. Его деятельность совершенно невежественная и безумная. Он лишен рассудка. Его через несколько метров установит полиция. Он извлекает наслаждение из надавливания на педаль газа. Это просто детские игры, как собака или ребенок, прыгают, наслаждаются этим. Но их сдерживают в этом. Робин Дранат Тагор сказал как-то, когда я был в Лондоне, люди там постоянно носятся туда и сюда. Тогда машин было еще немного. Он ездил туда где-то 60 лет назад. ему сказал, «Я думал, это такой небольшой остров, они так быстро мчатся, они же могут упасть в море». Таково положение. То, что они быстро продвигаются, это означает, что они двигаются семимильными шагами к смерти. Вот и все. Поэтому здравомыслящие люди пытаются придержать их. Пожалуйста, проявите немного лени. Не нужно быть такими активными, иначе вы просто умчитесь в ад. Вот ему. И на самом деле, при помощи так называемого научного прогресса, что они добились? Они добились того, что их жизнь стала короче. Вот чего они добились, фактически. Сейчас никто не живет по 100 лет. Сколько сейчас люди в среднем живут по всему миру? Я не знаю по всему миру, но в Соединенных Штатах 72 года средний возраст. Я видел моя бабушка умерла в 96 лет. Моя бабушка умерла в 1900 году. тогда мне было 14 лет, ей 96. Моя мама была самым младшим ребенком, и она родила в 50 лет. Бабушка родила мою маму в 50 лет, поэтому дочери сына, старшие сестры моей матери, были одного возраста с моей матерью, а некоторые были даже старше моей матери. Они все жили очень долго? Да. Моя мама долго не жила. Она умерла в 45 или в 46 лет. Мой отец умер в 84 года. В соответствии с нашими подсчетами, продолжительность жизни сокращается. Бхагавата говорит, что в Кали-югу люди будут обладать меньшей физической силой и продолжительностью жизни. Они будут менее милосердными, менее физически сильными. Восемь их качеств постепенно будет сокращаться. И продолжительность их жизни будет составлять где-то 22, от 22 до 30 лет к концу Кали-юги. Мы можем наблюдать это уже сегодня. Многие молодые люди уже выглядят очень старыми. У них нет жизненной силы. Да, это видно по их лицу. Сколько они еще проживут? У них нет силы, у них нет жизненной энергии, нет мозгов. Они забывают очень легко все. как же можно говорить, что жизнь увеличивается? Все это признаки нынешнего времени. Они говорят, например, что они едут например в Африку или в Индию и они ставят прививки всем против оспы и говорят, что мы спасли от гибели 50 тысяч детей. Ну хорошо. Это хорошо для вас, потому что вы используете противозачаточки средства. Это хорошо для вашего научного прогресса, потому что вы не хотите перенаселенности. Зачем же вы тогда об этом беспокойтесь? Пусть они умирают, это же вам на руку. С одной стороны они хотят остановить смерть, с другой стороны они убивают детей в утробах. Зачем они убивают? В чем смысл? чтобы приостановить рост населения в других? А если в других частях населения умирает, то зачем они беспокоятся? Пусть умирает дальше. Все это очень неясно. Такова их философия. когда ребенок рождается, но ребенок уже родился. Беременность означает, что ребенок уже родился. Разве вы можете сказать, что ребенка нет? Что это за глупость? Это нонсенс. Поэтому я говорю, что это просто кучка негодяев, просто негодяев. Когда женщина забеременела, почему вы говорите, что она беременна? Потому что ребенок уже родился. Если женщина беременна, значит ли это, что у нее в утробе нет ребенка? какова их теория? Ну, они дают рациональное объяснение этому. Но они животные, как они могут давать рациональное объяснение? Кошки, собаки не могут давать рациональных объяснений. Это как пример, который вы приводили. Кролик, который закрывает ушами глаза, он не видит. Так же они. Ребенок в очреве, его не видно. Да, это философия кролика, это не философия человека, это философия лягушки, философия кролика, философия осла. Поэтому про них говорится эти негодяи, лидеры, их прославляют подобные глупцы и негодяи. Потому что все население негодяи. Поэтому они избирают этих негодяев своими лидерами. В этом ошибка. Сначала вы избираете какого-то негодяя лидером, затем вы им недовольны, устраиваете еще одну революцию, вы выбираете еще одного негодяя. Это называется пунах, пунах, чарв, тучарв, вананам, желание пережеванного. Человек не знает кого избрать. Он избирает одного человека. Потом раскаивается в этом, потом устраивает революцию, беспокойство, чтобы его свергнуть, затем избирает другого мошенника. Поэтому мы должны давать людям образование, учить их изберите того, кто действительно является лидером. Тогда вы будете счастливыми. В противном случае вы будете продолжать избирать негодяя одного за другим, отвергать их, свергать. Ну, какой смысл в этом? Поэтому мы должны давать знания людям в отношении того, какого лидера следует избирать. Мы не говорим «избирайте меня». Нет, мы просто говорим, что таким должен быть стандарт лидера. А вы сами должны выбрать. Мы должны дать людям ясное представление, что значит Бог и что значит уповать на Него. Если вы просто разъясните эти два слова, вы можете проповедовать. Это будет вашей проповедью сознания Кришны. Если люди действительно хотят понять, кто такой Бог, пусть читают Бхагавагиту. Вот книги. Читайте, применяйте разум, пытайтесь понять. И в дальнейшем, если вы пойдете дальше, то у вас есть Бхагава там. Не думайте, что мы просто строим теории. Нет, это практическое знание, это авторитетные книги. Если вы заинтересуете людей этим, то ваши книги будут лучше продаваться. практическая сторона дела. Так же. Рупануга Махараш, это нормально? Да. Я думал, если мы объясним им качества, каким должен быть лидер, и если они не увидят таких людей, нам придется предложить им выбрать между негодяями и преданными, но тогда вы станете лидером, если вы не можете сделать других достойными. Вы сами обретите эти качества, и со временем вы станете лидером. Но дело в том, что эти четыре принципа, например, когда эпидемия, все болеют. Поэтому не важно. Болезнь должна уйти, вы должны пользоваться мерами предосторожности и не заболеть, чтобы спасать других. Такова философия. Шилпурпаду, у меня есть вопрос. Что говорится в духовном мире? Есть ли эволюция, духовная эволюция? Есть ли эволюция в духовном мире? Нет. Духовный мир — это уже совершенство эволюции. Эволюция означает, что есть некая цель, и вы должны достичь этого. Это эволюция. Таким образом, духовный мир — это совершенство эволюции. Но мы знаем, что материальный мир является отражением духовного мира. Но здесь мы видим эволюцию. Нет. Например, негодяй и джентльмен со стороны оба кажутся одинаковыми. Но в чем разница между негодяем и порядочным человеком? Вы должны это дальше изучить и понять. Просто если вы видите у этого две ноги и две руки, у этого две ноги и две руки, разницы нет. Но один негодяй, другой очень порядочный. Негодяй должен подняться на этот уровень. Хотя в настоящий момент они выглядят одинаково. Это культура. Это называется знанием или культурой. когда один человек обладает полным сознанием или в совершенстве сознает все в истинном свете. Это есть совершенство. не судит лишь по внешним признакам по голове, по рукам, по ногам, по одежде. То есть живые существа там полностью удовлетворены? Да. Это сказано в Бхагаватам. И Атмосу Прасидаттия. Почему в человеческом обществе есть религия? Путь религии означает сделать из несовершенного совершенное, но эти негодяи не знают, в чем потребность, в чем необходимость религии. Почему в религии есть заповеди «не убей»? Это потому, что вы несовершенны. У вас есть привычка убивать, и вы должны прекратить бросить эту привычку. Это религия. Почему в цивилизованном человеческом обществе существует религия? Религия это путь, который делает несовершенного человека, поднимает его на совершенный уровень. В этом смысл религии. Или она поднимает человека, который запутался совершенно до сознания Кришны, до совершенного сознания Бога. Это совершенство. Шрилы Пропад, они пытаются отделить церковь от государства, но они также отделили Бога от страны, потому что они не понимают, кто такой Бог. Бога невозможно отделить, потому что все есть Бог. Например, человек, который сидит в тюрьме, он может думать, эта тюрьма должна отделиться от правительства, но это невозможно. Поскольку они страдают, они планируют отделить тюрьму от правительства, от государства, но это невозможно. Вы не можете отделиться от болезней, от смерти. Невозможно. Пока у вас есть тело, вам приходится болеть. Как можно отделить себя от Бога? Поскольку они не знают, кто такой Бог. Они так думают, что Бога можно отделить. но если они изучат Ишапанишат, там говорится, что Бог вездесущ и невозможно отделиться от Него. Например, ваше сознание повсюду в вашем теле, в каждой части вашего тела. Точно так же высшее сознание, сознание Бога присутствует всюду. Кришна говорит, я знаю все. Если бы Он не был везде, как Он мог знать все? Что ты скажешь, ученый? Бог повсюду. В противном случае, как все так идеально работает, как все так устроено идеально, если бы в этом не было разума Бога, Его сознание, так если вы сознаете свое тело, вы находитесь в нем, точно так же высшее сознание присутствует повсюду. Например, из-за смены времени года листья высыхают и опадают. вы не можете сказать, что это время года наступает только здесь, не там. Оно наступает везде. Итак, это время года, это и есть сознание Бога. Бог хочет, что сейчас все деревья должны высохнуть, и это происходит естественным образом. Сампараси, Шахтер, Левитхайвушу, это его энергия действует настолько идеально. Все происходит точности согласно его желанию. Мы должны это изучать. Это негодяи. Они говорят, природа. Но что такое природа? Природа действует под руководством Бога. Это понимание Бога. как можно отделить? Так называемая религия, ее можно отвергнуть. Это миссия Бога. Бог говорит, оставь все так называемые религии. Мы это тоже проповедуем. Под именем, например, вы верите в Бога, но вы не знаете, кто такой Бог. Поэтому вы хотите отделиться от Него. Но если вы знаете, что от Бога невозможно отделиться, вы не станете предлагать таких глупостей. Так же, как если заключенные скажут, мы устроим забастовку, скажем, что в правительстве не должно быть тюрьмы, но это невозможно. Если есть правительство, значит, будут и тюрьмы. Позавчера полицейский увидел здесь на значке ваше изображение, он спросил, кто это человек? Я сказал, этот человек, который всегда говорит и думает о Боге, он сказал, если бы все были такие, то я бы потерял свою работу. Я сказал, ну что, ты бы получил лучшую работу. У нас сотни тысяч людей, они 24 часа всегда заняты. Тем не менее, была бы необходимость в полицейских. полицейские, но полицейские нас не беспокоят, может быть, вас беспокоят. Сейчас даже полицейские стали преступниками. все преступники, если президент преступник, что говорить о других. Итак, самая большая проблема с правительством сегодня, как недавно опрос в Соединенных Штатах показал, что люди, самое большое беспокойство у людей, это обман со стороны правительства, поэтому мы предлагаем, что таков должен быть стандарт лидеров, тогда у вас будут хорошие лидеры. судейшего пропада, когда они говорят, они когда-нибудь просят человека подтвердить что-то, свидетельствовать, они просят поднять руку и сказать, обещать, говорить только правду, ничего кроме правды, и затем человек под именем Бога, и человек лжет, прикрываясь Богом, то есть Бог в этой стране не отделен, он находится прямо в центре правительства, но они лгут, прикрываясь его именем, да, потому что они не знают этого, поэтому наш долг давать им образование, учить их тому, кто такой Бог. Если вы не знаете чего-то, если я пытаюсь дать вам информацию, на каком основании вы не должны с этим соглашаться и принимать это? Давай обсудим. Я даю тебе какое-то знание. Если ты думаешь, что оно правильное, ты должен его принять. Но вы должны быть примером? Да. Это самый лучший способ учить, примером. Поэтому говорится, вы должны вести себя в сознание Бога, тогда вы сможете учить сознание Бога. Если вы мясник и при этом вы учите сознание Бога, то это не возымеет никакого эффекта. Вчера в самолете Шива Пропады я проповедовал бизнесменам. Мы обсуждали, как лидеры обманывают, как они должны измениться. Я перечислил ему качество лидеров, и мы перечислили каждую из этих качеств. И я спросил его мнение, ему понравилась эта идея. Мы просто должны проповедовать. Людям это понравится. Но в ведические времена кшатрии не всегда следовали всем регулирующим принципам. Нет, это не кшатрии. Согласно Бхагавадгита, если вы не следуете принципам кшатрии, вы не кшатрии. И обязанность правительства позаботиться об этом. Если правительство первоклассное, оно должно следить за тем, чтобы вы действовали согласно тому, что вы говорите, тому, что вы проповедуете. Например, правительство дает разрешение открывать рестораны. Если вы хотите поддерживать, содержать ресторан, вы должны следовать определенным правилам и обязанность правительства позаботиться об этом. Вы не можете, например, раздавать яд прикрываясь рестораном. Точно так же, если вы выставляете себя браманом, вы должны действовать как браман. Например, я учу своих учеников, если вы хотите одеть браманские шнуры, вы должны действовать как браман, иначе вы будете отвергнуты. Точно так же, обязанность руководителя позаботиться о том, чтобы тот, кто называется так-то и так-то, должен соответственно действовать, иначе его просто не признают. За этим должны следить руководители, глава организации или государства. Почему я назначил GBC? Я советовал им ездить из храма в храм и проверять, действуют ли преданные в соответствии с правилами. Это обязанности GBC. Но если сам GBC действует неподобающим образом, как он может это сделать? Итак, обязанность правительства проследить. Есть определенные деятельности в зависимости от класса. Браман, Кшатри, Вася, Шудра. Никто не должен сидеть без работы. Все должны быть заняты. У всех должно быть какое-то дело, иначе праздный ум это кузница дьявола. Это и происходит. Столько хиппи, они без дела слоняются. И правительство должно знать, как их занять. Они не знают, как нация их разлагается. Потому что они несовершенны. Они несовершенны. Поэтому они позволяют этому несовершенству прогрессировать. Правительство несовершенно, и они позволяют этому несовершенству развиваться дальше. Юноши, хиппи, девушки, проститутки. Правительство слепо, оно не видит этого, не видит, куда они катятся. Так мы никуда не продвинемся. потому что правительство из демонов состоит. Почему из демонов? Потому что вы демоны. Это же ваше правительство. Люди покупают правительство. Но им наплевать на молодых людей, потому что они демоны. Их избрали демоны, поэтому они сами демоны. К чему стремятся демоны? К чувственным удовольствиям. Их не заботят ни вы, ни другие. Это демон. А преданный это тот, кто заботится о других. Это преданный. В этом разница между демонами и преданными. Например, Хираника Шипо ради удовлетворения собственных чувств был готов убить своего сына. А Праклад Махараж думает, до тех пор, пока я не приведу всех этих негодяев к сознанию Бога, я не уйду к нему. Я не уйду к Богу. Это преданный. Он говорит, что я не уйду на Вайкунтху. Я должен, я обязан превратить всех этих негодяев в сознающих Кришну. В этом разница. Отец готов убить своего сына, пятилетнего сына, невинного, потому что хотел удовлетворять свои чувства. Я не верю в Бога. А этот ребенок верит в Бога, его нужно убить. Он не готов был дать независимость своему сыну. Он никогда не говорил, хорошо, вери в Бога. Мне все равно. Я лично не верю. Сейчас люди так говорят, по крайней мере. Но он был таким великим демоном. Я не верю, а ты веришь. Я не согласен с тобой, поэтому я тебя убью. Например, Иисуса убили. Люди не верили в Бога, а он хотел говорить о Боге. В этом разница между демонами и преданными. Преданные всегда думают, почему мы говорим о политике, о проповеди, потому что мы испытываем сострадание к страдающим людям. Таково наше положение. В противном случае, зачем мы вообще будем говорить об этом? Пусть делают свое дело, а я буду свое делать. Поэтому мы не одобряем вот этот уход в уединенное место и воспевание уединенное. Мой Гурмахарадж этого не одобрял. Это все глупости. Вы не можете воспевать, вы будете только спать и думать о всякой ерунде. Вы должны быть заняты постоянно. На самом деле, Прохлад Махарадж сказал, «Мой дорогой Господь, я не беспокоюсь о том, как пересечь океан материального невежества и вернуться к Богу. Эта проблема для меня решена». «Как? Я могу повторять Твое святое имя в любом месте, и этого достаточно». О чем же ты думаешь? Я думаю только о тех, кто не хочет принять тебя. Они в иллюзии, заняты какими-то большими планами майя сукхай, ради достижения так называемого счастья, скоротечного. мимолетного. В следующей жизни они станут кошками и собаками, но пока длится их жизнь 50-60 лет, они строят большие планы. Например, этот мчался на своей крутой машине, он думал, что это большой план. Вот что происходит. Влад Махарадж говорит, «Я думаю о всех этих негодяях». «У меня лично никаких проблем нет». Любой ващнаф, у него нет никаких личных проблем. проповедник — это тот, кого не очень-то заботит свое личное положение, однако он очень озабочен тем, как принести благо другим людям. Это проповедник, ващнаф. Это ващнаф. Ващнаф бывают разные, конечно, дикари, начинающий ващнаф, но проповедник гораздо выше. Например, в государстве есть много филантропов, политиков, но один политик участвовал в сражении, Джордж Вашингтон, и он погиб в бою. Он сражался за независимость страны, поэтому ему отдают такие великие почести. Есть много политиков, но те, кто сражаются против зла, их нужно ставить на высшее положение. Эйзенхауэр был еще одним воином, а они наградили его. Да, это естественно. Проповеднику приходится встречаться с множеством трудностей в проповеди сознания Кришны. Поэтому он заслуживает больших почестей, чем тот, кто просто повторяет ради себя. Он заботится, он может быть правильно поступает, но он заботится о своих личных интересах, однако проповедник не ограничивается личными интересами, как Прохлад Махараш. Он хотел, чтобы все стали счастливыми, обретя сознание Кришны. Некоторые из моих здравомыслящих духовных братьев поняли это. Что мы сделали и что делает свамиджи? Мы фактически видим, что эти негодяи лишены знания, и они ведут все общество, и люди страдают. Вот что нас заботит. Никсон хотел, они хотели, чтобы Никсон ушел, но он не хочет, никто его не хочет, а он держится за кресло. Что нет возможности его свергнуть. Они говорят сейчас о импичменте, но вице-президент, новый вице-президент, мистер Форд, является просто бульдогом. У него нет никаких качеств, он даже неразумен. через три года есть еще один кандидат, который ждет своей очереди. Его зовут Конноли. Он был в машине в тот момент, когда Кеннеди убили, и он стал героем, потому что его тоже ранили. И он ждет выборов через три года. Как я говорил, просто поменяв одного демона на другого, не поможет ситуации. Они должны знать, каким должен быть настоящий лидер. Демоны придут на выборы, но если люди образованы, почему они будут их избирать? В конце концов, они же зависят от решения людей, от решения народа. Если народ станет разумным, то эти демоны не смогут воспользоваться. Но демоны это все организовали, чтобы людей не было выбора, чтобы они могли только выбрать между двумя демонами. Поэтому у них на самом деле выбора нет, избирателей, компании. Поэтому ваша проповедь должна быть очень сильной, чтобы у людей был выбор. Шилл Порпад, эти люди такие коррумпированы, даже в материальном смысле у них нет хороших качеств. Они должны увидеть, что наша проповедь очень сильна и чиста. Тогда как они смогут по-настоящему противостоять? Ну, они скажут, ваша философия идеальна, но на практике она неосуществима, они так скажут. Например, наши люди, такие как Балаванта Прабу, он представил контраст, но он не получил никаких голосов, однако он показал, дал людям возможность увидеть разницу между истиной и обманщиками. Что мы предлагаем? Мы предлагаем «не ешьте мясо». Означает ли это, что мы советуем людям вообще не есть, голодать? «Нет, мы так не говорим». Почему они говорят, что это непрактично? Означает ли это, что тот человек, который не ест мясо, умирает от голода? Почему вы говорите, что это непрактично? Это практично, но они скажут, но этот идеал не достижим в большом обществе. Вы даже не можете только мясом питаться. Вы все равно смешиваете его с разными салатами, 75% и другие вещи. с 70% другой пищи. Но лидер должен это сделать. Лидер не должен есть мясо. Вот что значит ядьято, чарит, и шешта. Должен быть пример. Даже если вы говорите, он говорит, что это непрактично. Я говорю, что это не непрактично. Это не непрактично. Это практично. Но это непрактично для этих людей, которые сейчас там. Они не могут принять эти учения. Это другой вопрос. Как, например, никто не склонен получать образование. Но правительство строило. Только потому, что никто не склонен учиться. Нельзя сказать, что нужно все это прекратить. Поэтому то, что мы предлагаем, это не является непрактичным. Если бы это было непрактично, как бы вы, европейцы, американцы, приняли бы это. Я говорил со студентами. Они не думают, что эти регулирующие принципы практичны, потому что они не видят, чтобы люди, власть имущие, делали это. Вы же сами поставили их у власти. Но если вас будет больше, то эти негодяи не будут иметь полномочий. Но люди, которые действительно следуют нашему движению, они даже не ставят свои кандидатуры. Я никогда этого не делал, потому что я не верю в эту избирательную систему, организованную негодяями. Я никогда этого не делал. Даже когда я был семейным человеком, я никогда не голосовал ни за кого. Я избегал этого. Иногда они приезжали даже за мной на машине, чтобы меня отвезти, но я все равно отказывался. Эти студенты сказали мне, что если бы были кандидаты, участвующие в выборах, из которых можно было бы выбирать, если бы был этот выбор, но этого выбора нет, они не хотят голосовать. В конце концов, мы должны как-то побудить этих молодых людей голосовать за нас, но преданные не участвуют в выборах. Кандидатами становятся взрослые люди. Если вы сможете дать образование большей части населения, то это автоматически произойдет, изменится. Мне говорят, в демократическом обществе должна быть свобода выбора. Если меня ограничивают разными правилами, я буду разочарован, но вы же уже ограничены множеством правил ехать по левой стороне или по правой стороне. На каждом шагу правила. Если кто-то говорит, нет, я поеду по левой стороне дороги, он разве сможет это сделать? Почему нужно остановиться на красный свет? Почему это правило обязательное при исполнении? Ведь вы навязываете это правило, вы не говорите, что это правило факультативно. Нет. Все под контролем. 40 лет назад Шилла Прапада они сказали, что больше спиртного не будет, они закрыли все винные лавки и люди стали еще больше пить, но все это происходило подпольно, на черном рынке. Это означает, что тем не менее правительство не должно было распространять употребление спиртного. Каким-то отдельным людям можно позволять употреблять спиртное, но в общем и целом это должно быть наказуемо. Если все пьют, это не означает, что правительство должно производить спиртное в промышленных масштабах. Если они сдали указ, что люди не должны пить, этот указ должен остаться. если человек незаконно это делает, он должен быть подвергнут наказанию, строгому наказанию. Тогда люди прекратят естественным образом. Политики считают, что если они будут следовать этому закону, они не получат голосов, потому что большинство людей употребляет спиртное. Они просто хотят взяток. Итак, правительство просто кормит должными обещаниями, я буду делать это, буду то делать. Да. они не предоставляют никакой альтернативной программы для обучения романичных людей. Да, это другая причина. Вы не можете просто попросить ребенка перестать играть, вы должны дать ему образование. Тогда он естественным образом прекратит играть. Допустим, мы можем прекратить убийство животных в стране, но в стране начнется большой черный рынок мяса. Нет, наша позиция это давать людям знания, учить их не есть мясо. И тогда скотобойни естественным образом закроются. Такова наша политика. Таков наш подход. Мы не пользуемся диктаторскими методами насильственного навязывания. Мы этого не хотим. Мы должны быть примером. Спасибо, Шивопропады. Спасибо.